В клубе царит хаос, а сотрудники растляют малолетних. Именно такой смысл вложила одна из жителей Заблакова в гневный пост, который она выложила в соцсети. Всё это о клубе Прометей, в котором выросло не одно поколение хоккеистов. Около 30 лет помещения клуба располагаются в обычной многоэтажке и раньше никогда не вызывали подозрений. А тут такой резонанс. Но есть ли доказательства тому, что описано в гневном посте? Идём в Прометей, чтобы пообщаться с тренером Владимиром Купшиновым и руководством центра «Ровесник», к которому сейчас относится хоккейный клуб. Летом занятий практически нет. Ребята-хоккеисты лишь иногда играют в футбол, чтобы не потерять спортивную форму. Мы занимаемся хоккеем, в летнее время футбол. Вот баулы, раздевалочки маленькие, но уютные оборудованные. Конечно, для хоккея и то очень здорово, что дети могут с формой прийти, переодеться, выйти на тренировку. Методический кабинет, где можно провести собрание как с детьми, так и с родителями, перед поездкой, после поездки, разобрать игру. То есть поговорить на свои профессиональные темы. С 1982 года за это время многократно, более 60 раз были победителями областных соревнований по футболу, хоккею. Неоднократными победителями российских соревнований. Были в зарубежных поездках. То есть были от Дальнего Востока и до Калининграда. От Пскова и до Юга в Дагестане. Практически за эти 30 с лишним лет клуб побывал, ну не во всех, но во многих точках тогда еще Советского Союза, а сейчас вот России. Дети с удовольствием занимаются, родители приходят, чем могут, помогают. Потому что все-таки зимой особенно нагрузка там на хоккейную коробку находится на открытом воздухе. Это атмосферные осадки, это снег, это все остальное надо тренировку в лед подготовить. То есть вопросов никогда вот таких не возникало. Здесь и сотрудники принимают и пищу, и в то же время выполняют мелкий ремонт. Там по ремонту коньков, щитков, шлемов, то есть универсальные комнаты. Ввиду того, что у нас не такой большой достаток помещения. Вот здесь как раз вы находитесь, она нам служит многофункционально. Спрашиваем у жителей микрорайона, которые проходят мимо клуба, слышали ли они о так называемой общественнице и мешает ли им соседство с детским клубом. Да, живу я здесь 13 лет, и никогда факта такого не было. У меня ребенок занимается в этом клубе, то есть все прилично, все опрятно, никаких таких вещей не видела. Ну, когда-то кидают мусор, и окурки бросают жители, проходят мимо так же все. Это не то, что здесь прям сидят и мусорят. Так же люди проходят и кидают этот мусор. То есть уборка происходит постоянно. Сами школьники убираются. Да, я видела, я была в шоке, конечно. Женщина писала, что она живет давно здесь, но только сейчас на что-то она обратила внимание. Я не знаю, что она хотела ей там, что сказать этим. Закрыть клуб она хочет, что ей не нравится. Она писала тут и собаку, и пьяные тут дебоши, и педофилизм. Я не знаю, все в кучу. За свои надо слова отвечать. Меня это возмутило крайне. Нет, ну раньше было шумновато. Ну, а сейчас жалоб у нас нету. Никто нас не беспокоится в клубе. Все нормально. Дети занимаются, детей в основном, как вот на соревнования едут, собираются на сборы и все. Нет, сейчас тихо, нас клуб не беспокоит. Все здесь хорошо, тихо, никакого шума, никогда. И никаких претензий ни у кого нет, кроме нее. Директор центра ровесник Оксана Балюкова в шоке от опубликованного поста. Особенно по поводу предположения, что тренера педофилы. На видео мы видим четырех мужчин. Прокомментируйте, пожалуйста, кто это и все ли они являются вашими сотрудниками. Да, данное видео хотел бы прокомментировать. На видео мы видим четырех мужчин, двое из которых являются моими сотрудниками. Сотрудниками спортивного клуба «Прометей». В данном видео именно наши сотрудники находятся в совершенно трезвом состоянии. Никакой грубости, никакого хамства, никакой ненормативной лексики из их уст не было на видео произнесено. Тот человек, который был четвертый мужчина, который был не совсем в трезвом состоянии, он вел себя как раз таки неадекватно. Он не имеет отношения к моим сотрудникам никакого. Это человек, который зашел с ребенком попить воды. В клуб могут заходить все, кто угодно. Даже родители с детьми в первую очередь, потому как они могут записаться в нашу хоккейную секцию. И это допустимо, могут зайти. У нас даже, знаете, проходят мимо жители. Некоторые могут попросить зайти воды попить, в уборную комнату пройти. То есть мы, в принципе, никого не выгоняем. У нас нет такого, у нас не режимный объект. Но, конечно, по данному видео видно, что человек не совсем трезв. И, естественно, это, конечно, проведена беседа очень серьезно. Сотрудники свою вину в полном объеме поняли. Я думаю, что такого больше не повторится. Руководство и сотрудники клуба «Прометей» в потрясении от этой ситуации. И дело не в том, что подобное могло случиться в любом учреждении. Ведь подвыпивший посетитель мог зайти куда угодно. Им непонятны выводы, которые автор ролика сделала в завершении своего гневного поста. Ведь провести параллель от лающей собаки, а именно с этого все началось, до пьяного посетителя и педофилии сотрудников клуба – это уж как-то слишком. Автор так и пишет. А вдруг они педофилы? А может быть, в детском клубе притон и растление малолетних? А вдруг у нас упадет метеорит? Можно продолжить с таким же успехом цепочку предположений. Кстати, этот ребенок, за которого так переживала автор ролика, сын одного из присутствующих на видео мужчин. Неужели теперь каждый отец с маленьким ребенком должен вызывать подозрения?